Дороги по улице Лозо То, что жители, конечно, против были того, что тут производили отсыпку и тому подобное Но мы четко понимаем, что здесь болотистый участок дороги И если слой не обновили бы мы, то до этого здесь, получается, был выход пучин То есть автомобили, которые, допустим, более-менее большегрузные, нелегковые, начинали проваливаться То есть в некоторых местах И из-за этого нельзя было ее, получается, в надлежащее состояние привезти Жители не в восторге от отсыпки дороги Глава отвечает на их вопросы, но изменить ситуацию не в силах даже он Хотя жалобы к нему поступают постоянно Живут здесь в основном пенсионеры и железнодорожники Все затопливают нас тут Что садим, все бесполезно на этой улице А откуда вода? Так вот отсюда и все туда Бежит В дом заходит? Ее подняли, дорогу-то сильно Ее вообще не надо было поднимать А засыпать вот ее Надо было набрось, чтобы она ниже была Подполье, вода Каждый год Решить проблему жителей с ежегодным подтоплением Не поможет ни грейдер, ни поднятие дороги Старожилы деревни рассказывают, что к такому положению дел приложила руку халатность людей Ольга Пенькова живет в Адриановке с самого рождения И почти всю жизнь отработала в сфере строительства На улице Лозо у нас в свое время насыпали грунт скальный большими булыжниками И он постепенно ушел И в результате у нас появилась дорога вроде сухая А около домов стали появляться промойны И жижа, и все Почему? Потому что мы, во-первых, живем в пойме реки Вот, это пойма реки у нас И у нас в свое время сделали канаву Вот здесь Канаву сделали, более-менее стало А то с дороги вся вода уходила к домам Ну и в результате у нас пошли дома плясать Пьяные заборы Вот В этом плане у нас, конечно, плохо А почему? Потому что Когда сделали в свое время дорогу Это еще был Яковлев Александр Григорьевич И не сделали водоотводные канавы Вот это плохо А они у нас, ну, за мою жизнь всегда делали канавы Это еще раньше плугом делали Когда не было такой техники Вот И выводили вот туда Ну, как бы в речку Ближе туда к болоту А болото это трогать у нас нельзя Мне в свое время Инженер водоснабжения сказал Что это у нас природные отчистные Александр Яковлев был главой поселка Еще в Читинской области Контракты на эту дорогу за те годы Найти уже не удастся Но есть факт Дорога разбита, а дома тонут Это очередной пример того Как невнимательность в одном Может привести к проблемам На несколько десятков лет По словам главы поселка Ремонт дороги в Адриановке Будет в середине мая Однако нет никакой гарантии Что ситуация не выйдет из-под контроля Как в прошлый раз Тогда, как рассказал Юрий Ишенин Ремонту помешал дождь Грейдер увяз в размытом грунте Сроки сейчас определены Но контракт в открытых источниках Пока не размещен Сейчас жителям остается Только ждать и верить обещаниям А мы обязательно вернемся сюда в мае Анастасия Раевская Ирина Тимофеева ЗАП-ТВ